всем доброе утро у меня утро началось с чуть-чуть пдр вот тут была вмятина с под растягом я ее минут за 15 полностью не могу выдавить не идет она у меня но мне эту шишку вылазит это опять пока пробиваю то есть растянутая часть не могу дотянуть не пришлось тут отверстие сделать потом она пробкой закрывается ну в общем я его вывел так чтобы она хотя бы не было там много шпакла сейчас перебьем пока на металле там будет принципе на группу останется протяжка пока полностью не снимаю дверной проем я его что его его заклею щас именно стену обратно скотч потому что блин время как-то знаете так бы бегать бегать очень быстро сейчас померяем толщины что у нас где то есть определяться где нужно не за понятно снимаем до металла вот по верхам еще вопрос но давайте внимательно смотрим после мойки тут царапка надо грунтовать тут царапки так сейчас пройдем и будем в итоге все снимать не тут просто просто чисто просто чисто тут молвинг этот широко так стоит по накладке не видно но клюв по-любому клюв снимать до металла короче скорее всего не снимется только верхняя часть от этого батона до металла потому что он тупо это тупо не нужно как минимум так и все целое но тоже расчистим бобо бобо значит броней бронированным скотчем чтобы не поцарапать резинку заклеиваю прямо по ребрышку вот это вот верхнее окошко и будем спокойно работать с плоскостями сюда мы лезть тоже не будем по крайней мере грунтом тут все целое тут и уже подработаю грунтом с баллона перед самой покраской непосредственно все остальное снимаем до металла этого металла сейчас попробую наклеечки аккуратненько феном отогреть и снять потому что это полняк со всех сторон экономить наклейки будет сложно снимутся хорошо не снимутся будем делать дубликаты значит на них ну тут да тут все до металла после после того как помыл все четко видно где что надо делать а если мыл мыл и все равно кусок завис а если не мыть блин начинаешь работать оттуда не невозможно скотч подклеить да там допустим грязно тут же все чистенько с рукой проводишь не на пульса есть понятно обезжирить надо но не так что туда коржи сыпятся тут тоже все вымыто чисто песка он если где-то и остался по его уже воздухом дадут его будет по минимум проводку она так и будет жгутом висеть его потому жгуту и положу трубе примотаю проводку японцы сделали гениально она вытаскивает если вытаскивать а то где-то аж в кармане в центре салона наверно под водительскими ногами пришлось крышку распечатывать такая глупая чуть-чуть затейка определились хозяином машины по антикору на антикор надо делать потому что ну вот это вот как бы не совсем красиво если все покрасим на внутряк оставлять то есть после покраски антикор делается после покраски перед покраской делать антикор это затея для маляров такая очень веселая как бы я сам маляр поэтому я буду делать после покраски но если бы мне машину пригнали после антикора на покраску я бы сказал бы человеку плюс 100 баксов чисто за геморрой который мне надо отмывать лазить вот тут поэтому весь антикор желательно делать после покраски это как минимум удобно как как максимум это правильно Потому что потом, после того, как все покрашено Можно спокойно вот тут отбиться, допустим Скотчем Обработать и торец На него одевается потом резинка какая-то специальная Ну, короче, антикор После покраски идет Приступаем к работе Заклеиваем проем, заклеиваем окол Давайте еще сразу пробежимся, промерим Завод Завод, соточка, понятно Завод Завод Понятно, она все в заводе получается Ну, вся, по крайней мере, тут Все в заводе 103 Просто, чтобы, знаете, как не ожидать Потом сюрпризов из ниоткуда Ты сейчас начнешь чистить Вроде все ровно, как это с капотом BMW Да, он там херак У него там полтона шпакла То есть тут, по крайней мере, я буду знать, где что И откуда ждать сюрпризы Так, ну по кузову, я так понимаю Сюрпризов ждать вообще не стоит Посмотрим на эту часть Тут у этой части Батончик целый Поэтому я, наверное, на батончик даже не полезу А здесь полезть надо Тут сколы здесь Царапина здесь Царапина здесь То есть кусочек почистить Ну что, приступаем А, приступаем Прежде чем приступать Сейчас поснимаем вот эти наклейки Снимаются хорошо, не снимаются Значит, дубликаты делаем Это заклеиваем сейчас Так, попробуем снять наклейки Острый шпателек Так, и беру коробочку На которой они у меня будут Все висеть Так, ну тут самое главное Вот эту снять Если она, конечно, не сделана Разрушающейся Да вроде нет, вы знаете Просто обычно, допустим, BMW и всякие остальные такие машины У них эти наклейки Тут, правда, нет дублирующего кода Короче, на бэхах Они большая половина разрушаются То есть рвутся квадратиком Их не снять Здесь же снялись И слава богу Я их потом переклею Используя переводнушку для шильдиков Вот, потом покажу В принципе, их можно и так приклеить Клеевой слой есть Но сейчас я их сними с коробки Коробка чистая Я ее протер Но все равно Клей уже будет плохо держаться На мойке могу смыть Так, мы заклеивались Закрыли колеса Теперь растворитель Пропшикиваем все, что мы будем С чем работать Потому что химия, химия, конечно, хорошо Но есть куча другой химии Которая не вымывается Быстро Это всякие силиконы Антисиликоны Тут Один жирки Другие растворители Короче, голова хватает Которая надо послывать Заодно и протрем Воду Которая тут где-то Не досохла Грунт вот этот смыть Кстати, грунт интересный Еще Нет, пошел Пошел И начинаем сверху Обтираться Короче Мы обезжириваем Отмываем все дерьмище Чтобы потом не было сюрприза Эти сюрпризы вылазят Аж на покрас Можно, если Это, как говорится Есть лишний зазор по бабкам Свободный Можно это все делать Антисиликоном, конечно Очень тщательно вымывать Но растворителем дешевле Получается А смысл тоньше Так, зачем платить больше? Экономия должна быть экономной Но в пределах разумной Кстати, знаете Разобрал машину Она хоть и подпечаленная В плане Болты хреново раскручивались Но Само состояние По кузову Над машиной Или у нее один хозяин был Который над ней не издевался То есть, ничего Глобально не засрано Не замазано Этими силиконами Жировыми Ну, все равно Протираем на всякий случай Но она более-менее Чистая машина Прям приятно Работать Остатки от наклеек Сразу вымываем В проемах После того, как отмыл Можно четко просмотреть Где у нас Есть сколы А не грязь Вот четко видно Что зона расширяется Потихоньку Где у нас есть Чаги коррозии Глубокие царапины То есть, чем нам Конкретно придется работать Отмыл латку эту Посмотрим Чем ее там еще Позачищать нужно Чтобы под шпатлевку Подготовить Крыло В принципе целое Ну, снимается до металла И определяем Сразу порядок действий Если нормально Себе рассредоточить Работу Никто отвлекать не будет То я сегодня Загрунтуюсь Ну, если Будут какие-то Отвлечения То сегодня Не загрунтуюсь То есть У нас, допустим Поворачивки Пороги Крыло Идем сюда Заднее крыло Можно оставить На потом После того Как Перечистим И прошпатлюем Здесь Вот здесь Надо расчиститься Чуть-чуть Подрихтовался И вот здесь Расчистить Подшпатлевать Тоненько Это надо сделать Сразу Пока тут будет сохнуть Можно идти Расчищать пороги Крылья Искать где там Еще кое-какие Молочевки Которые не надо Шпатлевать Тогда можно Уложиться так Что В принципе За целый рабочий день Подготовить кузов И отгрунтовать Начнем мы Пожалуй С переднего Правого крыла Так Расчищаться я буду Макитой Она у меня Последние дни На пробах На тестах Все некогда Снять видео Поэтому оно пойдет Такое Знаете Там, там Чуть-чуть Там, чуть-чуть Машинка Классная Единственный Минус В ней Относительно Фестула Чуть-чуть Вот тут Неудобная Эргономика Во всем остальном Машинка Либо равна Либо даже Уходит в плюсы В плюсы Она уходит В двух вариантах Первая По цене Потому что Официальная цена Этой машинки 12700 гривен В Украине Вместе с коробком Для подписчиков Ребята уже там Покупают Через правильных людей Если брать Скидончик В штуку точно есть Дальше По Малым оборотам На самых Малых оборотах На единичке У нее Во-первых Скорость вращения Тарелки Реально мала Сейчас я выключу Пулесос И покажу Скорость вращения Реально мала И мощность На этих оборотах Не теряется У Фестула Нет такого У Фестула На самой маленькой На единичке Во-первых Скорость вращения Больше И мощность Чуть-чуть Просаживается Дальше В этой машинке Нет шайбы На подшипнике Я не знаю Зачем на Фестуле Она лежит Она просто Какая-то Дистанционная Но она Сука Тарахтит Когда начинаешь Торцом работать Исключительно Торцом Начинается Торахт В машинке Это реально Кумари Тут такого нет Поэтому Если сравнивать Так Плюсы и минусы То у этой машинки Преимуществ больше Неофициально В Украину Это машинка Завозится Но на нее Нет гарантий И цена Будет Чуть-чуть На пару Долларов Ниже Чем Завести Фестул Неоригинальный По конечно Сроку работы Это надо смотреть То есть Фестул Уже проверен Как бы Два года Хреначить Ничего с ним нет Это надо конечно Пробовать Может быть Если будет возможность Я себе такую машинку Возьму Чтобы она была Именно у меня В сервисе Тогда будем смотреть На ее работоспособность Приступаем Отдирать все Буду Восьмидесяткой В режиме Непрерывного Вращения Обдеру Этот элемент Вот здесь Сразу его проспаклю И переходим дальше Сразу его Так, тут все. Теперь обезжириваемся. Поскольку металл чистый, то есть с металла выведено все, что там на нем было, обезжириваемся. Можно шпатлевать на голый металл и при этом при всем еще и дать гарантию на эту работу. Посчитайте внимательно ТДС, потому что я смотрю, у многих пукан бомбит по поводу того, что шпатлюется на голый металл. Так, по шпаклу. Сейчас что-то у нас лето не сильно жаркое и я наконец-то позволил себе по температурному режиму взять рапид. Я его пробовал зимой, точнее в октябре туда, ближе к ноябрю, в зиму. И он мне очень зашел, что ж такое, по его скорости сушки. Тут даже не в цене дела. У меня есть Лихлер, у меня есть Ади, у меня есть Максмайер, у меня есть Глазурит. Но они по скорости сушки все с этой шпатлевкой отдыхают вообще. И по качеству ребята, которые работали, когда она появилась долгое время уже, до сей день, только летом она не позволяет с ней работать, потому что сохнет на шпателе. По качеству классная шпателка. Повреждения все глубокие я повыстукивал и теперь надо не затягивать. С этим шпаклом затяжки не прокатывает. Реально сохнет на шпателе. То есть быстро перемешали, лучше малыми дозами. Потом дозамешивать, но бегом-бегом. Она по вязкости очень похожа на все обычные наполняющие шпатлевки. Это обычная, в принципе, и есть наполняющая шпатлевка. Не помню, что у нее там по адгезии к цинку, но, по крайней мере, никаких запрещающих знаков на ней по этому поводу нет. Протягивать я буду в парочку слоев, чтобы я потом за один раз мог перетереться. Я лучше где-то наложу чутка-лишка, но потом за один раз перетянусь. Перетрусь, извиняюсь. Режим-бегу-каю Anti-fi Я так понимаю. все уже все она и на шпателе уже комок 1 2 3 и привет подрезку с этим шпаклом тоже лучше не оттягивать я вам пошел пока помыл шпателя но уже и становится лучше сразу обрезаться подтянулся да в принципе так понимаю что да уже можно следующий кидать зимой это шпакло очень актуально зимой тогда когда в боксе температура как ни крути она пониженная а если еще и гараж то это вообще изумительное шпакло не забываем обдуваться резиновый теперь шпатель им удобнее протягивать кривые формы так Продолжение следует... 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 И здесь спокойно выполню то, что мне нужно. Все, что цепляется за шпатель на плоскости, это у нас лишнее. И не надо ограничивать шпатель в срезании этого лишнего. Так же, как и на крыле, за один проход я все равно понимаю, что не протяну. Поэтому протягиваю сейчас самое, что могу. А что не могу, а что, наверное, второй проход. Через три минуты. Жаль, что компания Leclerc не имеет такой шпатлевки. Да, в принципе, вообще мало компаний имеют такую шпатлевку по скорости сушки. По крайней мере, я лично еще до знакомства с этой полоской шпатлевкой ничего такого не видел. Может, у кого-то оно и есть, но на рынке у нас нет. Вообще, у Пола много, очень много разных шпатлевок. Но половина из них говно, но это мое личное мнение. А другая половина в таком количестве, как бы, они обширно представлены, что повторяются очень многие шпатлевки. Просто все замерзло. Просто в разных упаковках они выполнены. Да, все. Не успел я даже размазать то, что у меня на шпателе. Короче, надо пробовать, надо щупать, надо знать, что есть у разных компаний. Потому что материал, ну, есть уникальный у некоторых. Чуть подсыхает, сейчас надо сразу резать. С этой стороны порог тоже сделан. Расчищено крыло. И на крыле из того повреждения, что было, вот что осталось. Внутренняя точка. Вот для этого нужен крючок ПДРовский. И немножечко, скажем так, умение им пользоваться. Ну, хотя, знаете, как умение. Умение приходит с навыками. А здесь надо будет сейчас тоненько, 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 на всякий случай протянуть. Хотя эту штуку можно и на грунте убрать, я так вижу. Но лучше протянуться. И все, по сути. На крыле я тут пока чистил. Вот тут, вот тут, вот тут были рыжики. Рядом с теми, которые мы видели. Сейчас, пока все сохнет, перетру это крыло и кусочек стоечки подверг. Сниму до металла. Пороги поснимаю. Короче, когда все сниму до металла, по кругу, вот тут кусок сниму до металла. Когда все это поснимаю, тогда начну только перетирать шпатлевку. Она сейчас пока что хорошо высохнет. Рука. Руки. Руки. Продолжение следует...